Всем привет, друзья! И сегодня я пришла к вам с очередной подборочкой тематических товаров из фикс-прайса. Сегодня мы с вами поговорим о товарах, подходящих под тематику черный лофт. Как вы знаете, за последние полтора года в фикс-прайсе постоянно появляются новинки из этой серии. И давайте мы сегодня продолжим эту подборку. И первое, с чего мы с вами начнем, а кстати, все товары есть в продаже в магазинах нашего города Вязьмы, это подставка под горячее. Металлическая подставка, которая изготовлена из углеродистой стали, стоит 79 рублей. Имеет размеры 79 сантиметров, может защищать кухонные поверхности от следов и царапин. А также такую подставку можно использовать в качестве подставки для цветочных горшков. Красивый стильный металлический подсвечник за 99 рублей. Но, конечно же, такой подсвечник не относится напрямую к тематике лофта. В этой серии были представлены подсвечники и в черном цвете, и в золотистом. Но так как тут можно подобрать именно характерные варианты для лофта, поэтому я вам сегодня его и подсказываю. Этот подсвечник предназначен для двух стандартных высоких свечей. И мне нравится, что это многоуровненный светильник. Подсвечник высота. Держатели у него 16 и 20 сантиметров. В магазине по улице Ленина я видела в продаже подставки для трех больших свечей. Изготовлены они из материала МДФ. Похоже, внешне на дерево, но это МДФ. Имеют диаметр 20 сантиметров. Выглядят довольно стильно и интересно. Конечно же, в фикс-прессе можно под них приобрести и большие широкие свечи. Особенно сюда хорошо встанут свечки, продающиеся набором из трех штук. Как видите, в этой серии есть и классические варианты под дерево, но и черные тоже хорошо впишутся в интерьер лофт. Цена 149 рублей. Металлическая терка из нержавейки с пластиковыми вставками черного цвета за 149 рублей. Это суперкомпактная маленькая узкая терка, но при этом она имеет все характерные грани классической терки. Такую терку я покупала месяца три назад. До сих пор я ее пользуюсь. В принципе, мне понравилась заточка лезвий, то есть заточка этих отверстий. Но вот под ручкой в верхней части нет характерного отверстия, как у классических терок. Поэтому возникают некоторые проблемы с мытьем этой терки. То есть застревают остатки пищи именно в этом держателе. Ну а так особых нареканий нет. Продолжаю пользоваться. Для своей цены терка хороша. Несмотря на то, что вот эти подставки для подогрева появились в продаже у нас примерно месяца 3-4 назад, но до сих пор их можно найти в продаже в четырех магазинах нашего города. Стоят они 99 рублей. И это приспособление подойдет для подачи чая или фондю. Имеет специальную подставку под чайную свечку. Изготовлено из нержавеющей стали. И представлено именно в классическом черном цвете лофт. Цена 99 рублей. Интересная стильная вещичка. Присмотритесь, если вы любите красиво подавать чай или же пользуетесь фондю. Металлическая подвесная полка для кухни имеет размеры 43 на 13 сантиметров. Тоже изготовлена у нас из нержавейки и покрашена в черный цвет. Эта полка универсальная. Ее можно прикрепить при помощи двухсторонних присосок, которые идут в комплекте. Подставить на эту полку, например, баночки со специями, как вы видите на этикетке. Но и так как снизу имеется несколько крючков, развесить полотенце, либо кухонные аксессуары, половники, лопатки будут смотреться очень красиво и стильно. Еще в кухонном отделе можно найти подставки для разделочных досок или же тарелок. Эти подставки также выполнены из металла черного цвета. Можно сюда разместить тарелки, дощечки. Можно перевернуть вот эту подставку в вертикальном положении, закрепив 4 ножки и использовать ее для хранения сковородок, либо же для нешироких, узких, маленьких диаметрий крышек от кастрюль. А еще я видела, что такие подставочки приспосабливают на рабочем столе школьника для хранения учебников. Металлический подвесной держатель для хранения кружек. Стоят они 149 рублей, продаются в кухонном отделе. В чем их фишка? То, что их можно повесить как внутри шкафа на полку, а также на нижнюю полку на шкафах. Тем самым получится открытое хранение и развесить там все кружки. Металлическая корзина ваза для фруктов. К сожалению, я забыла правильную цену. Вроде бы за 249 рублей я такую корзинку покупала и до сих пор ее использую по прямому назначению. Храню яблочки и мандаринки именно сейчас на новогодние каникулы. Кстати, в некоторых магазинах нашего города такие корзинки до сих пор есть в продаже. Изготовлены качественно. Раньше в Сенсеи продавались подобного плана корзины. И стоят они в районе 800-900 рублей. Ну, а тут хотя бы 2-3 раза дешевле выходит. И тем более, что это стильный предмет интерьера. Недавно в продаже в наших магазинах появился экран для брызг с ручкой диаметром 29 см. Тоже он выполнен в черном цвете из металла. Я подкупала подобный экран из коллекции стальной в серебристом цвете. Но, к сожалению, к нему не приспособилась. Я не поняла, как им пользоваться. Потому что, когда мы с вами его тестировали, брызги у меня летели в разные стороны. А еще вот такие пробковые подставки из коллекции Теплая осень с геометрическим рисунком. Диаметром 20 см тоже можно отнести к разряду лофтовых подставок. И мне кажется, они тоже неплохо смогут сочетаться с металлическими предметами. Несколько подставок я видела в продаже в магазине по улице Восстания. Металлические корзины для хлеба. Вот такие корзинки у нас сметали очень быстро. И осталось буквально по одной паре штук в каждом магазине. Мне кажется, что да, действительно выглядят очень стильные. Такие корзинки можно использовать не только на кухне. Можно использовать и в ванной комнате располагать. Там косметические баночки. За счет того, что тут имеется сменный текстильный верх. Без проблем можно за ним ухаживать. Цена 199 рублей. И я считаю, что любой металлический предмет из таких коллекций в фикс-прессе, которые стоят в районе 200 рублей, имеет право на покупку. Потому что в других магазинах подобные предметы стоят в разы дороже. Я сравнивала. Еще я видела в продаже пресс для чеснока, который также подходит у нас под тематику лофта. Потому что в черном цвете у нас выполнены рукоятки. В металле у нас выполнен сам пресс. Но знаете, я один раз в фикс-прессе покупала пресс для чеснока. Он мне совершенно не понравился. Не давил чеснок лес из тех отверстий, из которых он не должен был лезть. Поэтому, друзья, давайте обсудим в комментариях, если вы покупали вот именно эту модель. Понравилась она вам или нет. И за что я люблю наши магазины? То, что у нас постоянно привозят повторочки из прошлых коллекций. Например, вот такие держатели для бокалов. Снова появились в продаже. Держатели для досок. Держатели для кухонных аксессуаров. И подвесные полки, которые я вам показывала ранее. Все это постепенно подвозят. Поэтому для вас я и делаю вот такие ролики. Чтобы показывать не только новинки, но и те товары, которые снова появляются в продаже. Чтобы вы без проблем могли докупить, если вдруг не успели в первом привозе. Вот такую подставку для фруктов я ждала очень давно. И, кстати, ее купила, когда ее завезли. А знаете, я не отнесу ее к разряду суперфункционального товара. Может быть, потому что я пока еще не пристроила. Но, конечно, красиво можно подавать на праздничный стол сюда фрукты. Либо какую-то выпечку. Изготовлена из металла. Деревянная ручка. Двухъярусное хранение. И, кстати, скоро в обзоре покупок я вам покажу ее поближе. Металлическая подставка для баночек в черном цвете. Стоит 199 рублей. Имеет размер 28 на 12 сантиметров. Заготовлены из углеродистой стали. Такую подставку можно организовать для открытого хранения, например, баночек со специями. Ну или же поставить где-нибудь в шкафах. И тем самым вы получите два яруса для хранения мелких предметов. Буквально перед самым Новым годом нам завезли новую коллекцию баночек с трубочками. Это баночки по типу а-ля Мейсон. Стеклянные баночки с черной крышкой и с черной трубочкой тоже прекрасно впишутся в коллекцию. Лофт стоит 79 рублей. А в отделе с товарами для декора дома я нашла интересные настенные часы за 199 рублей. Конечно же, это часы небольшого формата. Диаметр у них 25 сантиметров. Но что мне понравилось, то, что они выполнены в геометрическом стиле. Есть несколько вариантов. Причем они все в черном цвете. Материал акрил, алюминий, полипропилен и сталь. Питается от одной батарейки пальчикового размера. И пока я не могу сказать, к какой именно коллекции относятся эти часы. Но выглядят довольно стильно. Ну что, друзья, вот и подошла к концу эта подборка. Надеюсь, что это видео было для вас интересным. Большое спасибо, что вы поддерживаете такие тематические ролики. Мне нравится, что вы принимаете с теплотой мою задумку. И что для вас такие видео полезны. Поэтому не пленитесь. Поддерживайте видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал. Предлагайте свои темы для таких роликов. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Спасибо.